Здравствуйте! Это программа Город С. Я Елена Черневская. Театр начинается с вешалки. Ставшие крылатыми слова Станиславского таят в себе процесс работы огромной машины, где каждый винтик имеет значение. Руководит этой машиной никто иной, как директор театра. Когда открывается занавес, мы видим только вершину айсберга, а что находится под ней, сегодня расскажет в программе директор театра «Самарская площадь» Наталья Носова. Здравствуйте, Наталья Юрьевна! Здравствуйте! Я пригласила вас сегодня в студию, ну, конечно, поделиться новостями, которые происходят в театре, ну и рассказать, как в таких непростых условиях вы сейчас живете. Не хочу называть слово «выживаете», но все-таки хочется как-то положительных эмоций. Какие новости, Наталья Юрьевна? Да, ну вначале я хочу сказать, что вот на мой взгляд, на взгляд директора, я уже 33 года руковожу театром, но все-таки у театра как минимум два руководителя, и я все-таки поклонница старого института, института художественного руководителя, и тем более, что наш театр имеет художественного руководителя не просто, так сказать, назначенного пришедшего, а это именно основатель нашего театра, заслуженный работник культуры Российской Федерации Евгений Борисович Дробышев. Совершенно верно. Новости. Ну, Новый год мы начали, в общем-то, с хороших новостей, даже я бы сказала, с очень хороших. Буквально накануне Нового года мы все-таки сдали премьеру, брачный договор, долгожданную премьеру, поскольку известные события как-то оттягивали с дачи премьеры. Тем не менее, мы сдали, и зритель принял хорошо и тепло, на что мы и рассчитывали, поскольку это такая легкая домашняя комедия, которых в репертуаре нашего театра несколько, но давно мы не ставили. Вот и зрители ждали, и зрители просили и ждали именно вот такой легкой, такой семейной, понятной, теплой комедии в исполнении, опять-таки, вот Евгения Борисовича Дробышева, потому что, насколько знают все поклонники нашего театра, что не только серьезные полотна сценические, но и вот такие душевные комедии, Евгения Борисовича, получается, очень даже хороша. Расскажите поподробнее, пожалуйста, об этом спектакле. Как вы совершенно верно заметили, и работа над ним продолжалась очень долго, все-таки вы выпустили. Премьера прошла с аншлагом, но, собственно, я не сомневаюсь, как обычно. А что интересного, нового, может быть, необычного, те, кто не видели еще этот спектакль, таит эта постановка антолирует? Ну, работали мы долго не потому, что... Процесс был какой-то сложный. Да, это все-таки не Брехт и не Чехов. Мы, наоборот, рассчитывали, что мы очень быстро выпустим эту премьеру, но первая остановка была, это большой полугодовой локдаун, когда все театры были закрыты для посещения зрителей, и репетиции были остановлены. Потом еще были такие небольшие остановочки, потому что болели актеры, и сейчас время такое, что рисковать нельзя. Конечно. Если раньше с температурой 37-38 артисты выходили, играли, и уж премьеры точно из-за этого не переносили, то сейчас другие времена, и рисковать мы просто не имеем права. И все-таки 28 декабря мы сдали эту премьеру. Вот на мой взгляд, чем она необычна, чем она интересна, вот мы уже сыграли пять премьер, и вот сейчас буквально залп еще будем три дня подряд играть, три вечера. Как я уже сказала, давно мы не сдавали вот таких теплых, душевных, простых, и в то же время узнаваемых ситуаций в спектаклях. Жизнь не для зрителей, да? Да, но на мой взгляд, еще что получилось в этом спектакле интересного, вот сама обстановка получилась винтажная. Вот декорация, наверное, даже манера игры, вот мы давно вот так, именно вот в такой манере не играли, но это лучше смотреть, конечно, объяснить, в какой манере. Это сейчас будет слишком, наверное, слишком как-то специфично для зрителей. Вот я так вот ее оцениваю, вот она какая-то такая винтажная, вот немножко такая ностальгическая, без каких-то специальных вот там трюков, мы не встаем на голову, мы ничем, собственно, не удивляем зрителей, тем не менее отзывы зрительские очень хорошие, очень хорошие, что самое главное, что так насмеялись и вот здесь тронулся, и всплакнули, это мои любимые, так сказать, отзывы, когда сквозь смех пробиваются человеческие какие-то душевные порывы. Ну, вы знаете, я хотела попасть на новогодние праздники к вам на один из моих любимых спектаклей, но мне это удалось сделать с трудом, потому что зал у вас, как и всегда, в общем-то, занят. Тем более, что сейчас с такой расстановкой через один, да, и 65+. Вот расскажите об этом, Наталья Юрьевна, все-таки порекомендуйте, как и когда заранее к вам можно купить билеты, потому что театр камерный, да, 200, по-моему, всего зрительных. 146. 146. Ну вот, тем не менее, чтобы попасть к вам на спектакль, нужно заранее все-таки побеспокоиться, наверное, да? Да, но я думаю, что сейчас у нас очень просто попасть, потому что все-таки есть теперь свой онлайн-магазин, где можно приобрести билеты, не выходя из дома, поэтому смотреть. На сайте. На сайте театра, да, и в группе «Контакт» тоже есть кнопочка «Купить билет». Очень удобно. Да и касса у нас работает без выходных дней, с 11 и до 19.30, то есть это очень удобное время, и те, кто приходит на спектакль в «Антракте», еще имеют возможность купить. И то есть совершенно нет, у кассы нет совсем выходных. Поэтому звоните, приходите. И несмотря на то, что мы сейчас работаем на ползала, мне кажется, что... Ну, в театр же не ходят, как в кино сегодня. Ну, конечно. Поэтому если даже немножко заранее... Но есть, конечно, спектакли. Вот на премьеру, понятное дело, что нужно чуть-чуть пораньше. Да, потому что на премьеру раскуплено уже на февраль билеты. Есть у нас там топовые спектакли, на которые тоже раскуплены. Но, тем не менее, я думаю, что можно. Наталья Юрьевна, я не могу не задать вам вопрос, на какие вообще сейчас что в репертуаре театра, на что бы порекомендовали, кому порекомендовали, может быть, для школьников какие спектакли, для возрастного поколения, для молодежи, семейные какие-то спектакли. Проанонсируйте, пожалуйста, репертуар. Ну, вот на счет возрастных пока еще до конца месяца. 65 плюс. То есть не рекомендовано посещать театры, и мы тоже это бдим. Ну, я бы вот все-таки порекомендовала сходить в обязательном порядке на Кавказский меловой круг Брехта. И, возможно, некоторых людей пугает там анонс, или они смотрят, что за пьеса Брехта, и там все начинается с войны и так далее. Там Грузинско-Абхазская война и так далее. И людям, может быть, это настораживает, пугает, поскольку все-таки люди хотят сейчас хороших эмоций. Вот я вас уверяю, что на Кавказском меловом круге положительных эмоций вы получите очень много. Там очень много юмора, там очень много хорошего, вот такого человеческого добра, каких-то хороших эмоций. И такой широкий диапазон эмоций от действительно такого юмора, когда зрители просто хохочут, там скресел падают, до слез. Ну, очень хорошее, все очень положительное. Все очень положительное. И, как у Брехта, плохой конец заранее отброшен. Он должен, должен, должен быть хорошим. Вот очень хорошее такое полотно сценическое получилось у Евгения Борисовича. И уже очень высоко оценили и московские критики, и простые зрители, что для нас крайне важно, поскольку все-таки я считаю, что театр в первую очередь, во вторую и в третью, работает для зрителя. Для зрителя. Что еще ждать в новом сезоне, Наталья Юрьевна? В новом сезоне год у нас начался с хорошего известия, что мы выиграли федеральный грант на постановку. Поскольку мы все знаем, что большой и серьезный юбилей, у Достоевского. И у нас был уже готовый проект, мы подали на грант. Это инсценировка повести Достоевского, «Чужая жена под кроватью». Очень необычный получится спектакль, наверное, для нашего самарского зрителя, потому что вообще мало кто из зрителей знает, что мы привыкли к Достоевске. Ну да, как-то не смешено трагедия. Это такие дистанциональные переживания и так далее. И у нас есть Достоевский кроткой, где просто эмоции переполняют такого вот как раз характера. А это прям юмор чистой воды, это комедия. Инсценировку написал, по сути, пьесу по рассказу написал Александр Гнашов и наш самарский драматург, который очень сейчас хорошо идет по стране, его пьесы идут. Но это он специально, эксклюзивно написал для нашего театра. И мы пригласили, это уже все заранее было сделано, то есть проект уже был придуман, и вот тут объявили грант. И впервые муниципальные театры могли участвовать в федеральном гранте. И выиграли. И мы выиграли. Поздравляю. Да, вот из Самарского региона, как театр, мы одни. Здорово. Поэтому для нас это очень, очень хорошая новость, тем более, что будет приглашенный из Петербурга режиссер. Да, Александр Кладько, и с ним приедет команда, конечно, и художник, и художник по свету. Поэтому грант нам очень-очень пригодится. Реализовать задуманное. Да, реализовать задуманное. Поскольку вот как раз получается, что мы не подпадали до этого ни под одну федеральную программу, так как остальные театры, это либо театр детям, это либо молодежный театр, либо театр малых городов, как у нас из Новокубежска. А мы не подпадали ни под одну федеральную, и поэтому мы как-то вот были немножко заброшены, забыты в этом отношении. И тут вот нам так повезло. Повезло. Очень замечательно. Наталья Юрьевна, в течение года будет готовиться премьера? Я просто заранее. Когда ожидать? Ну, я теперь уже так понимаю, поскольку грант мы выиграли, и в самом начале года, мы-то планировали вот начать в самом начале года, но сейчас передоговариваемся о сроках, поскольку грант еще нужно оформить, его нужно еще получить, и уже потом осваивать. И все-таки, наверное, это будет уже ближе к осени. Ближе к осени. Ну да, и сейчас еще в таких условиях загадывать, да? Хочу рассказать о своих планах, да, на смеши бога. Хорошо, скажите, пожалуйста, а вот как вы считаете, а вообще экспериментом есть место в вашем театре, Наталья Юрьевна? Конечно, конечно. Вот один из экспериментов, который я могу предложить нашим зрителям, это «Ревизор» по Николаю Васильевичу Гоголю. Но у нас совершенно не похожий ни на один спектакль, ни в одном театре. Это абсолютно авторский такой спектакль, сложно сочиненный такой спектакль Романа Габриева, режиссер из Петербурга, опять-таки. Но это действительно... Ну, то есть там даже он переставлял местами сцены. И абсолютно визуальный ряд, непривычный, необычный. Достойная работа, да? Очень достойная работа. Она может быть не совсем на широкого-широкого зрителя, но когда зритель все-таки попадает на этот спектакль, он вот как магия какая-то происходит, там потрясающая музыка, авторская тоже музыка. Композитор тоже из Петербурга, он прям вот писал. Причем писал, он вместе с режиссером находился в Самаре. И он писал прям вот на нас, он писал вот... Какие-то эксклюзивные вещи, Наталья Юрьевна, у вас происходят. В театре штучный какой-то товар. И там абсолютно магия происходит. Вот в эту музыку как въезжаешь, и вот этот визуальный ряд, и вот смотришь, и что-то такое. И потом очень долго остается послевкусие, и додумываешь, что же ты видел. Многие приходят второй раз посмотреть, потому что первый раз это вот просто, так сказать, одни впечатления. И разум включается потом. Интересно. Хорошо, привлекаете ли вы молодых режиссеров, Наталья Юрьевна? Ну вот Роман Гавриев, молодой режиссер. Периодически, да, конечно, привлекаем. Но на свое время и ставили молодые режиссеры «Тестостерон», и «Танец Дели» Алмазову тоже ставила. Евгений Борисович уже как художественный руководитель постановки тут был в этом спектакле. Вот периодически, да, периодически привлекаем. Александр Клайской – это мастер. Это мастер, это как раз учитель Романа Габрия. Ну, все они из мастерской Козлова вышли. Но, тем не менее, вот Роман учился непосредственно. Педагог у него был как раз Александр Клайской. Он очень много ставит по России. Возглавлял театры по стране. Но вот все-таки такой свободолюбивый. Все-таки это его выбор. Он остался свободным художником, но очень востребованный. Наталья Юрьевна, вот если все-таки немножечко в кухню театра заглянуть, скажите, вот приглашаете таких именитых, известных режиссеров, художников. А вообще сложно договориться с такими людьми, пригласить их на постановку, в театр? Вообще по каким критериям они выбирают театр? Вот вы как директор же ведете переговоры. Немножечко расскажите, интересно. Ну, выбираем-то мы режиссер. Да, конечно, режиссер вправе ответить. Либо да, либо нет. Но мне кажется, сейчас такой театральный рынок, что Самару даже и в один, и в второй, и в третий спектакль делают постановки Юрий Хариков. Это входит в тройку сильнейших художников. Поэтому договориться можно. Договориться можно. Мы со скромностью. У нас интересные режиссеры. Не так часто мы приглашаем. У нас все-таки Евгения Борисовича 90% постановок. Это все-таки его. А тут Евгений Борисович смотрит. Роман Гаврилов мы увидели на фестивале в Петербурге. И сразу мы как-то еще получилось так, что мы с разных сторон, потому что закончился спектакль, он потом гран-при получил. И мы как-то с разных сторон пробирались к нему, не сговариваясь к Роману. Просто не сговариваясь. Вот директор, художник, руководитель, мы с разных сторон подошли к нему. Кладьку мы увидели тоже в Петербурге. Увидели его спектакль в этом же театре. Это была именно комедия. Комедия, которая много лет шла на сцене. Он вообще славится тем, что его спектакли идут по многу лет в разных театрах. И на самом деле Евгений Борисович, он всегда как-то смотрит в суть. А вот глянцевые бумажки его интересуют мало. То есть мы не гонимся, чтобы обязательно был золотомасочник. Да, да. Мы ищем либо это эксперимент, как Рома Габрия, либо это такой большой мастер, вот как Александр Клацко, который нам интересен, который, как нам показалось, мы его пригласили, встреча у нас была уже летом. И вот они во многом, даже вот по уже имеющейся пьесе, они как-то... Общие взгляды, да? Да, общие взгляды. Вот я этому порадовалась. Я этому порадовалась. Потому что Евгений Борисович, конечно, никогда не встревает в работы приезжих режиссеров. Вот Ирина у нас, Кировченко, два спектакля делала. Вот, но тем не менее. То есть вот они как-то не сговариваются, у них одно видение. Интересно. Вы очень рассказываете, Наталья. Я набираюсь опыт как директор. Да. Потому что, когда редко приглашаешь, то нет какого-то опыта, что вот сразу поставить то уже нам какие-то там... Ну как-то, хотя бы какие-то рамки, какие-то договориться на берегу. Вот, поэтому... Но скромничайте. 33 года все еще набираетесь опыта. Я набираюсь опыта с приезжими режиссерами. Потому что за эти 33 года их можно по пальцам пересчитать. Одно дело, когда молодых режиссеров приглашаем самарских и даем им, так сказать, плацдарм. Они впервые ставят, что алмазы ставили впервые на сцене, на профессиональные. Другое дело, когда уже известных, заметных в стране режиссеров приглашаешь, то тоже со своим художественным руководителем всегда можно каждый день договориться. А здесь они же приезжают, и вот они ограничивают то же количество. Мне нужно столько-то репетиций, мы же уже о сроке договаривались. И какие-то нюансы вот были для нас. Какие шишечки я набила. Поэтому... Но это обязательно надо. Вот новая кровь, совершенно новая кровь. Да, у нас авторский театр. Но это обязательно надо. И это инициатива Евгения Борисовича привлекать приезжих режиссеров. И особенно художников. Вот мы с Николаем Слободянником, то есть это художник, который мы заполучили от Романа Габриева, он ставил «Ревизор». То есть практически большой процент сочинения спектакля — это работа художника. И мы его пригласили в «Кавказский маловой круг», и он согласился. Вот, то есть он согласился. Когда продолжают работу, это, кстати, да? Это большой мастер. Это очень большой мастер. Это из тех художников, которые не просто вот это оформляют, а которые именно придумывают спектакль. То есть концепцию спектакля, я бы даже сказала. Вот. То есть больше, чем просто сценограф. И вот это радует. Когда обретаешь таких партнеров, это радует. Которые наверняка потом переходят в разряд друзей Натальи Юрьевны. Ну, мы люди мирные, да, мы совсем в хороших отношениях. Это правда. Вот это к вопросу о том, что все-таки театр «Самарская площадь» да, известный, да, опытный, но он идет и продолжает идти в ногу со временем. Ну, мне кажется, все стараются в ногу со временем. Потому что традиции должны быть, традиции должны быть. Ну, это вот одно другом совсем не мешает. Мы все равно относительно молодой театр, да, нам не 110 лет, и не 170. Вот. Но, тем не менее, у нас есть уже свои традиции, от которых, правда, вот в последнее время приходится отказываться. Вот буквально позавчера мы играли спектакль, который хорошо тебе известен, фэн-шуй. Да. Вот 20 лет. Мы посмотрели, вот Евгений Борисович, у него же есть такой полмуд, который он каждый вечер он отмечает, где спектакль прошел, как все, вот с 87-го года у него каждый спектакль зафиксированный. Вы неизменна в этой роли, Наталья Юрьевна. Он говорит, Наташа, 20 лет фэн-шуй. Да. 20 лет. Вот 20 лет я играю его неизменна. Виктория Просвирина, да? Да, ну, Виктория Просвирина, там одно время они с Людмилой Михайловной играли, вот сейчас Людмила Михайловна ее заменяла. Вика, это потрясающий спектакль, также, да, один из моих любимых. Я играла с Сашей Буклеевым, в «Сарстве небесной», да. И вот 13 лет уже с Олегом Сергеевым. 20 лет. И, конечно же, мы бы в допандемические времена мы такие юбилеи у спектакля отмечали, потому что это для театра не менее важно, чем юбилеи артиста. Конечно. И мы всегда отмечали, заранее говорили, что это юбилейный показ, и потом у нас вот были такие вечера со зрителем, когда такое вот общение, когда можно было действительно подойти пообщаться, мы выходили к зрителям после спектакля. Ну, пока вот мы радуемся друг другу, только зрительный зал и сцена выдерживая дистанцию. Да, ну как в той песенке «Неприятности эту мы переживем». Наталья Юрьевна, хочу спросить вас вот о чем. Какую бы роль вы хотели в ближайшее время сыграть на сцене? Ну, Лен, я уже, наверное, давно поняла, что мечтать о какой-то роли, наверное, наверное, бессмысленно даже. Да. Да. Вот и недавно к нам приходили студенты, на встречу тоже спрашивали, и что меня удивило, мои мысли даже молодые актеры, вот Настя Карпинская тоже ответила, что называется, сняла с языка у меня, что нет смысла мечтать. Вот она, например, сказала, разве я когда-нибудь предполагала или мечтала о том, что я хорошо сделаю роль в «Ревизоре», роль Добчинского. Они с Людмилой Михайловной в паре играют. Да, у Габрио Добчинский женщина. То есть он говорит, и насколько захватила меня эта роль, ну потому что, ну, ни одна актриса не могла, да, такого себе представить. Вот. И поэтому, ну, а тем более я имею большой опыт, я же понимаю, сколько всего есть амплуа, есть возраст, есть возможность театра и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому есть, конечно, роли, которые вот твои-твои. Есть роли, которые, ну, просто делаешь на какое уж у тебя есть мастерство на ремесле, вот, а есть, которые вот попадают. Вот, но любую роль нужно полюбить. Да. Нужно сделать. Да. Вот, я думаю, что еще будет много интересных ролей. Да вот не сомневаюсь. Ну, все-таки, какие любимые работы у вас в вашем театре? Ваши личные работы? Мои личные? Мы же, это первая премьера была в нашем здании. Да. Которую мы открыли. 13 лет, и по-прежнему, вот, в ней я все время, все время могу находить что-то новое. Вот, всегда. То есть мне не скучно ее играть. Я люблю Филомену Мартурану. Да. Потому что вот с Ириной Кирученко мы сделали хороший спектакль и хорошую роль. И это не такая комедия-комедия, как у всех театров. Вот. Это тоже такой спектакль получился. там, где есть куски просто, можно сказать, трагедийные. Потому что судьба-то у женщины такая... Непростая для Италии. Непростая. Непростая, да. И мы даже копали историю Италии. Вот. Почему, да как так получилось. Вот тогда. Это же послевоенное время было, когда, в принципе, появилась вот эта древнейшая профессия. Она стала очень востребована. Это девочки-молодые шли, зарабатывать на всю многодетную семью. А итальянцы многодетные. И, по сути, вот, кормили всю семью. Вот. Поэтому. Интересная такая вещь тоже, когда, казалось бы, женщина с такой древнейшей профессией и с такой верой, так сказать, в Бог, и что нельзя избавляться от детей. Очень такая тоже. Угу. Вот Филуменов. Вот новая роль, которую я играю, роль шифры, тоже очень-очень симпатичная. Хотя у меня, наверное, в репертуаре несколько таких ролей, когда такой семейный кризис, 20-30 лет браку, в зависимости от моего возраста, просто пьесы. Тут 20-25 лет, 30 лет вот сейчас. И своеобразный кризис, плюс обстоятельства. Дочери выходят замуж, ищут документы, и не понимают вообще, расписались они или... Или помешала авария про брачный договор. И, как всегда, женщина встает на защиту семьи, на защиту счастья. Она всегда в бой. У нас там даже есть сцена, где они в ночных, там он в пижаме, она в ночной рубашке, и с этими, с трубами сантехническими, там в бой идет. Женщина, как всегда, идет в бой за счастье семьи. Да, и у каждой женщины свой рецепт борща, а в семейной жизни это борщ, где всего-всего много. Ну что же, вот так вот быстро прошло наше время, Наталья Юрьевна. Очень интересно с вами всегда беседовать. Спасибо огромное, что приходите. Ну и хочу все-таки предоставить небольшое заключительное слово, ну что бы вы хотели пожелать себе, коллективу, зрителям? Ну и, конечно, пригласите в свой театр. Ну, что бы я могла пожелать? Конечно же, всем нам всем нам не сдаваться, всем нам мужества и мудрости и оптимизма. Я думаю, что в этом году все-таки все мы, и наш театр, и все наши зрители, и вся наша страна, и весь мир, наверное, уже преодолеют всю эту ситуацию. И если посмотреть с другой стороны, в очень интересное время мы живем, да, потому что очень долго, ну, несколько десятков, даже там, больше лет не сотрясало мир вот такие катаклизмы, как вот большая такая пандемия. Поэтому всем нам мудрости, всем нам ну, разумения какого-то. Мы должны беречь друг друга, должны беречь себя. и слава богу, что есть возможность ходить в театр вот с рассадкой пускай. И первое время нам было трудно играть на полпустые залы, мы аншлаговый театр, мы привыкли, что полные залы. А сейчас мы говорим, слава богу, что есть такая возможность, и просим работать, играть, да, конечно, вот эту рассадку. Всем нам ну просто мужество, мужество и оптимизм. Спасибо большое, Наталья Юрьевна. Ну у вас его не занимать, вы всегда на позитиве, такой веселый, радостный человек. Спасибо еще раз вам большое. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу Город Эсс. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok